Если вы хотите изменить жизнь, вы можете сделать это прямо сейчас. Именно эта практика заложила начало успеха многих успешных, счастливых и богатых людей. Эта практика кардинально изменила и мою жизнь. Это то, к чему я пришла на каком-то тонком, интуитивном уровне очень много лет назад. 2011 год, если быть точным, и у меня ушел ровно один год для того, чтобы стать богатой, счастливой и любимой. Вы берете тетрадь и начинаете писать, находя благодарность там, где, казалось бы, есть лишь темнота. Обязательно смотрите видео до конца, будет очень интересно. Всем здравствуйте, вы на канале Magic Life, я Ольга Скляр. Со мной ваша жизнь становится лучше. И поставьте, пожалуйста, лайк авансом и обязательно подпишитесь на канал. Все это участвует в нашем с вами энергообмене. Как часто вы благодарите за то, что уже есть в вашей жизни? За все те подарки судьбы, которые вы ежедневно получаете. Даже если сейчас кому-то покажется, что никаких подарков нет, уверяю вас, это далеко не так. Для того, чтобы войти в чистый поток позитивной энергии, дарующей благо, как духовное, так и материальное, нужно благодарить. И есть огромное количество практик благодарности. Например, дневник благодарности, 21 благодарность за день. Это когда вы вечером начинаете писать, 21 благодарность каждому дню. Бывает письмо благодарности за месяц, год или какой-то другой завершившийся этап вашей жизни. Дневники благодарности помогают сделать фокус на позитивных событиях, а они есть в каждом дне, мы просто не всегда их замечаем. И именно благодарность многие духовные наставники считают ключом к счастью. Но среди всех практик есть одна особенная. И сразу вам хочу напомнить, что для достижения максимальных и быстрых результатов нужно всегда работать в комплексе, а не зацикливаться на чем-то одном. Правила трех также никто не отменял. Когда мы говорим работать в комплексе, это значит, что нужно сделать абсолютно все, что от вас зависит, менять установки, подсознание, аффирмации вам в помощь. Работать с родом – это обязательно. Вести дневник самопрограммирования или каждое утро писать 10 целей. Медитировать, совершать квантовый скачок и быть кристально чистыми. Да, здесь мы говорим о полном отсутствии негатива в вашей жизни. Благодарность – это не только великий множитель. Это ключ к завершению любой тяготящей ситуации. Возможно, очень давней, которая тянется сквозь года. Существует очень много теорий и объяснений, как работает сила благодарности, но все их объединяет одно очень важное утверждение. Искреннее чувство благодарности обязательно вызывает положительный отклик у Вселенной. Это значит, что благодарность привлекает в вашу жизнь еще больше того, за что вы ее благодарите. Так работает закон притяжения, о котором всем известно, очень многие люди об этом знают. Появление в жизни человека негатива или позитива связано только с его мыслями. Вселенная всегда стремится дать нам то, о чем мы думаем, что мы чувствуем, какие испытываем эмоции. Несмотря на то, что это явление не получило пока научного какого-то подтверждения, даже критики отмечают существование фактов, когда ожидания одного человека или даже какой-то группы людей влияют на реальность, следующую за этим ожиданием. Это происходит вследствие того, что люди испытывали определенные эмоции. Поэтому так важно транслировать и излучать во Вселенную, в этот прекрасный мир, хорошие мысли и чувства, выражая благодарность и получая взамен то, на чем мы фокусируем наше внимание. Это может быть благодарность за прожитый день. Это может быть благодарность за вкусный чай, уютный вечер, за полученный опыт, новые навыки, интересную работу, поступление в ВУЗ, за какие-либо успехи и так далее. Испытывая состояние благодарности, мы притягиваем в свою жизнь только позитив. И наоборот. Постоянное недовольство, жалобы на тяжелую жизнь привлекают только негатив и еще больше жал. И работают как отражение в зеркале. Как сказал Даниэль Дефо, известный писатель, все наши жалобы на то, чего нам не хватает, вызваны недостатком благодарности за то, что мы имеем. Как улучшить свою жизнь? Как же научиться быть благодарным? Начать можно с простого. Делать все с удовольствием. Это касается любых действий. Уборка дома, мытье полов, покупка продуктов, прогулка с детьми, оплата коммунальных услуг, вынос мусора и так далее. Если вы не хотите это делать, не делайте. Затем научитесь благодарить себя за то, чего вы уже достигли. И за то, чего вы хотите достичь. За мечты, за поступки, за прекрасное настроение. За умение сварить вкусный кофе, шить, вязать, управлять автомобилем и многое другое. Сконцентрируйтесь только на хорошем. Не жалуйтесь родным и друзьям на неудачи. Переключайте внимание с негатива на позитив. Даже если у вас сейчас есть какие-то проблемы с финансами, плохое настроение или вы недовольны своей работой, может быть, кто-то недоволен непослушными детьми, будьте благодарны за то, что это все есть в вашей жизни. Люди об этом мечтают, а у вас есть. Потому что эти уроки даны для того, чтобы вы получили бесценный опыт и двигались дальше. Следующим шагом на пути облетения гармонии будет благодарность родителям, партнеру, детям и родственникам. Частые ссоры со своими самыми близкими людьми, недовольство друг другом и обидные слова, сказанные в порыве гнева, нарушают гармоничные отношения и приводят к разрушительным последствиям, потерь здоровья и моральной поддержке родственных душ. Изменить ситуацию можно с помощью простых слов благодарности, которые способны повлиять на мировоззрение окружающих людей. И ведь всегда можно найти причину, почему человек заслуживает вашей благодарности. Культивируя в своем сознании добрые чувства, вы будете меняться сами. Благодарность – это очень мощный инструмент в достижении успеха. Успех всегда приходит к благодарным. Получая что-либо бесплатно, мы обязательно должны выразить свою благодарность, тем самым дать понять Вселенной, что для нас имеют ценность эти дары. И в следующий раз вы получите еще больше полезностей без как таковой финансовой оплаты. Здесь уже начинает работать закон энергетического равновесия. Если вы получили что-то бесплатное и не поблагодарили за это, значит никакого обмена энергии между вами и дарителем не происходит. И пользы от такого подарка не будет совершенно никакой. Всему этому можно верить, можно не верить, но стоит все-таки попробовать хотя бы некоторое время прожить по-новому. В благодарности к миру, людям и себе в первую очередь. Благодарность влияет на реальность и поэтому является ключевым инструментом в практике исполнения желаний. Хотите получать больше материальных ценностей или построить счастливые отношения? Поблагодарите Вселенную за свое желание и за то, о чем вы мечтаете, что вы хотите привлечь в свою жизнь, даже если всего этого у вас пока нет. Таким образом вы даете понять, что для вас сейчас является самым важным и нужным центом, способным сделать вас счастливым человеком. Искренний посыл обязательно найдет ответ в виде реализации ваших желаний. Закрытое для благодарности сердце навсегда блокирует путь к источнику счастья, радости и блаженства. Практики благодарности для счастливой жизни, для того, чтобы вы жили жизнью своей мечты, ваши желания исполнялись, совершенно не требуется никакого волшебства, денег или полезных связей. Достаточно лишь уровня вашей энергии и силы ваших позитивных мыслей. И у вас появится все то, что вы даже в самых смелых фантазиях не могли себе представить. Используйте правильно, пожалуйста, правильно этот потенциал и стройте жизнь, о которой вы мечтали. И еще желания исполняются, если вы начнете благодарить за его исполнение значительно заранее. Вы даже не догадываетесь, как может изменить жизнь, раскрыть мудрость, та практика, о которой вы узнаете прямо сейчас. 108 благодарностей. Вам для этого понадобится блокнот и ручка. Блокнот – это пространство для ваших благодарностей, а ручка в ваших руках – это инструмент воплощения в плотность того, что родилось в искренности сердца и в свете созидания. 108 – это сакральное число, священное число. Оно является особенным в ведической культуре вообще, в йоге, индуизме и буддизме в частности, а также в астрологии и нумерологии. Это священное число, в котором заключена магия совершенства и успеха. Практика делается каждый день, в любое удобное вам время, вне зависимости от Луны. Берете блокнот, открываете, отводите одному дню один лист. И каждый день на одном листе пишите всего лишь одно слово 108 раз «Благодарю». Делайте это за один раз. В зависимости от того, с какой скоростью вы пишете, у вас на это уйдет от 5 до 10 минут. Нельзя отвлечься и продолжить потом. Нужно именно за один раз написать слово «Благодарю» 108 раз. Когда вы пишете «Благодарю», если разделить это слово на составные части, у вас получится, что вы «Благодарите». Можете прокручивать моменты из своей жизни, за что вы благодарны. Очень важно почувствовать благодарность именно всем сердцем. И начать советую именно с этого. Через пару недель уже можно, совершая квантовый скачок, мысленно представляя реализацию своих желаний, которые еще не исполнились, писать «Благодарю». Благодарить нужно, потому что благодарность обладает огромной жизненной силой, энергией и потенциалом. Благодарность – это то, что доступно вам в абсолютно любой момент времени. И в любой ситуации вы можете привлечь благодарность в свою жизнь. Это возможность сделать выбор в пользу себя. Это выражение признательности за то, что вы имеете прямо сейчас. То есть это то ощущение ценности всего, что окружает человека. Быть благодарным можно за что угодно, даже за самые маленькие бытовые вещи, на которые мы часто не обращаем внимания. Вы только оглянитесь вокруг, что у вас есть. У вас уже есть жизнь. Нравится она вам или не нравится. Вы сами ее создали, но она есть. У вас есть здоровье, какое-никакое, но оно есть. Вы стоите на своих ногах, смотрите своими глазами, слышите пение птиц. Вы можете чувствовать своей кожей ласковое солнце или теплую воду. У вас есть любимые и любящие люди. У вас есть одежда и крыша над головой. Есть еда, есть деньги, есть знания, есть опыт. Это то, что есть у каждого. А дальше можно продолжать бесконечно, начиная от прекрасного партнера, любимой работы, замечательного дома, идеальных детей, мощного автомобиля и бесконечного света бриллианта и так далее. Даже если вы были раздражены, ваше состояние поменяется мгновенно на спокойное, ровное и излучающее доброту. Когда вы произносите слово «благодарю», вы запускаете мощнейшую положительную благую энергию. Все любят, когда их благодарят. Так и Вселенной будет приятно. Такая реакция, и она вернет вам вашу положительную энергию в виде самых счастливых событий во всех сферах вашей жизни, включая и материальную, и любовную сферу. Искреннее чувство благодарности обязательно вызывает, всегда вызывает положительный отклик. Чем больше вы благодарите, тем больше вы получаете выгод. Чем больше вы находите поводов чувствовать эту самую благодарность, тем больше этих поводов становится. Вселенная всегда дает нам намного больше того, что мы можем ей предложить. Все больше исследований показывают, что чувство благодарности способствует улучшению сна, повышает настроение и радость жизни, а также снижает давление. Благодарность приносит нам самую большую пользу как раз тогда, когда тяжелее всего ее ощущать. Что же делать со списанными блокнотами? Вы можете оставить их себе на память или подарить своим потомкам, как жемчужину без ценного опыта. Вы можете подарить их блокноты с благодарностями тому, кому они адресованы. Скорее всего, эти блокноты перевернут сознание этого человека. Или же вы можете их сжечь с благодарностью. Я благодарю вас за просмотр. Ставьте класс, если видео было полезным, если оно вам понравилось. И, конечно же, сердечко в комментариях. Я им всегда очень радуюсь. Подписывайтесь на канал. Успехов вам и исполнения самых сокровенных желаний.